Итак, доброе утро, с вами как всегда Никита Слайф, обзор журнала, сегодня у нас обзор журнала за рулем, март 2019 года, общий номер 168 и приятного просмотра, новый и классный, новая Toyota RAV4, сравнительный тест, как его Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester и Volkswagen Tiguan, а также Kia Pro Seat, Honda NRV, Volvo V60 Cross Country, Porsche 9D1 и Renault Kajar, 14-дюймовые шины и выбор за рулем машины за 200 тысяч гривен, приятного просмотра. Главный редактор Николай Захаренков, рубрики колонка редактора, содержание, автомобильный номер, а я расскажу по ходу этого номера, новости, новости, новости рынка. Хочу такую, премьера Toyota RAV4, новая, а у нас хвалом, конечно, в Мариуполе, все захотели такую, и вот она. Даже в нашем дворе, ну, как в нашем дворе, ну, практически в нашем дворе стоит эта Toyota, салон, вот такая вот Toyota, боковая часть, задняя часть. Почему-то это тест, Renault Kajar, хотя должна быть премьера, ну, ладно, тест, так, тест. Из Парижа, с любовью. Вот, Renault Kajar, салон, боковая часть, второй ряд сидений, задняя часть, плюсы и минусы, а также багажный отсек. Премьера KIA Pro Seat, сны о чем-то большем. Вот такая вот KIA, вот такая вот задняя часть. Вот такой вот салон, вот такая задняя часть. А также второй ряд сидений, вот такая KIA. Номер 911, премьера Porsche 911. Если честно, говно полное, мне не нравится этот Porsche. Салон такой вот его. Премьера Volvo V60 Cross Country. Раздать в Luleo. Такое вот название премьеры. А также гром на улице, наконец-то пасмурно, мы так ждали дождя. Такая Volvo. Вот такая задняя часть. Такая у нее конструкция. Вот такая вот салон. Вот такая Volvo. И история модели. Первая Volvo V70. Ну, короче, я так понимаю, это история модели. С 97-го по 2000-е. Потом вот такая вот. Вот с 2000-го по 2008-е годы. Дальше с 2008-го по 2016-е. Дальше с 2015-го по 2019-й. И с 2016-го года. А также вот с 2019-го. Премьера Volkswagen Passat. Умеренный до стильного. Вот такой вот Volkswagen. Вот такой вот салон. Премьера Honda NRV. Вот такая вот Honda. Загадочная вся. Классное название. Такая боковая часть. Вот такой вот салон. А вот такая задняя часть. А также второй ряд сидений. Премьера Kia Rio X-Line. Вот такая вот Kia Rio X-Line. Вот такая вот салон. И задница Kia. Такая вот картинка. И плюсы, и минусы. А также второй ряд сидений. И багажный отсек. Трое на одного. Но вообще-то это не оригинальное название теста. Оригинальное российское название теста. Курилы в стороне. Вроде так называется. Я уже точно не помню. Nissan X-Trail. SUVS Outlander. Subaru Forester. И вот, смотрите, Гуан. Mitsubishi Outlander стоит 933 тысячи гривен. Nissan X-Trail 974 тысячи гривен. Subaru Forester 936 тысячи гривен. И Volkswagen Tiguan 1 миллион 221 тысяча гривен. Самый дорогой у нас Volkswagen Tiguan. А самый дешевый Mitsubishi Outlander. Ну и давайте посмотрим кадры, как мы с этими машинами прекрасно познакомились. А именно с Mitsubishi, с Subaric и с Volkswagen. Я снижаюсь до неузываемости примеров в Subaru Forester 5-го поколения. Вот такой вот Subaru Forester. Вот такая задняя... Боковая часть, задняя часть. Вот такой вот. Премьера. Mitsubishi Outlander. Мне больше нравилась старая вот эта. Новый салон. Новый. Было. Стало. Задние фары были прикольные. Ну и вообще сама машинка была прикольная. Ну я думаю кадры закончились. Subaru Forester. Дебют в 2018 году. В отличие от предшественника имеет исключительно атмосферные двигатели. И только вариатор Lineatronic. Простите за мой английский. Сборка в Японии. Volkswagen Tiguan. Машина второго поколения. Выпускается с 2016 года. В Украине с 2017 года. В конце прошлого года из-за модельной гаммы исчезли дизельные версии. Mitsubishi Outlander. Дебют в 2012 году. Проведена одна глубокая и две микромодернизации. Сборка в Японии. Nissan X-Trail. Машина третьего поколения представлена в 2014 году. В Украине с 2015. Под занавес 2017 года показали модернизированную версию X-Trail. Ну и все. Вот такой вот салон Mitsubishi. Вот такой вот салон Nissan нового. Рестайлингового. Вот такой вот салон Subarica. И вот такой вот салон Volkswagen. Размеры за рулем. Экспертная оценка автомобиля. Одеть данные производителя. А они здесь. Все правильно. Данные производители тоже на месте. Вот такие их задние части. И вот такая их не оценка. Итак. Лучше всех у нас Volkswagen Tiguan. А хуже всех Mitsubishi Outlander. Ну. На втором месте у нас оказывается. Subaru Forester. И на третьем Nissan X-Trail. Тест летней шины. Двенадцатого места. Вот такие вот. Давайте по-быстрому запишем. И первое место вот такие вот. Тест Infiniti QX80. Хочу всего по максимуму. Вот такая вот Infiniti. Такой Phoenix здоровый. Такой вот у него салон. С деревянной обивкой. Есть. Ну деревянные вставочки такие вот. Задняя часть. Плюсы и минусы. Второй ряд сидений. Третий ряд сидений. Телеки в задних сидениях. Подушечках. За рулем эксперта. Толщины. Мономеры. Толщины мономеры. Вот короче. Толщины мономеры. Ладно. Эксперт. Заряженные аккумуляторы. Заряжаем аккумуляторы точнее. Эксперт. Поддержанный. Мне кажется я как-то вот так вот снимал. Вот. Картинка нормальная. B-класса. За 250 тысяч гривен. Поддержанные автомобили. Chevrolet Avia. Вообще-то третье поколение. А не второе. Но не знаю почему считается второе. Дальше. Hyundai Accent первое поколение. Ford Fiesta шестое поколение. Opel Corsa шестое поколение. Renault Logan второе поколение. Skoda Fabia второе поколение. И Volkswagen Polo Sedan первое поколение. Убираем поддержанный автомобиль Renault Duster 2011 по 2017 годы. 2018 вышло второе поколение. За рулем оригинал какой-то вот старый автомобиль. Тут за рулем оригинал. Спортивный. За рулем оригинал спортивные. Никому не нужны новости. За рулем оригинал. Вот тут есть еще. А блин, откройся. Это путешествие по Израилю. Mercedes-Benz V-класса. За рулем транспорт. Дальше. Интерактив любозналки. Экзамен на дому есть. С красивыми 3D-картинками прям. И анонс на апрель. В ближайших номерах. Женевский автосалон. Вторые руки BMW X1. Выбираем поддержанный автомобиль с пробегом Chevrolet Cruze. Летние шины 16-дюймовые. И новый Infiniti QX50. Ну, на этом уже и все.